Многие события в Украине и в частности подрыв Керченского моста, я уверен, со временем войдет в историю, в том числе художественную, кинематографическую, потому что примеров героизма среди бойцов украинской армии просто множество и примеров того, какие спецоперации эти люди проводят, тоже очень много, о многом мы сейчас еще не знаем, но со временем, я думаю, это станет известно. И все эти примеры так или иначе будут описаны и в статьях журналистов, и в книгах, и в том числе в кинофильмах. И возможно станут достоянием не только Украины, но и всего мира, поскольку сейчас мировые гиганты, которые занимаются, например, VOD, предоставлением услуг, то есть видео on demand, видео, которое ты хочешь посмотреть прямо сейчас под заказ, стали интересоваться украинским кинематографом. Эту тему сейчас обсудим с продюсером международной продюсерской компании Bo Cinema. Орест Борко присоединяется к нашему эфиру. Орест, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствую, приветствую. Орест, нам очень приятно, я имею в виду всей украинской нации, всем украинцам и каждому украинцу, что украинскими фильмами заинтересовалась компания Netflix. Но дело в том, что Netflix не первый год существует, а так подобный интерес к украинскому кинематографу был проявлен именно сейчас. Почему такой тайминг? Почему конкретно сейчас это произошло? Ну, давайте говорить так. В украинском есть такое хорошее выражение с бихопставом, да, то есть как бы совпадение. И тут реально хорошее совпадение. Мне кажется, во-первых, что и мы дозрели до определенного понимания того, что такое украинское кино и кто мы и как мы представляем его в мире, во-первых. Во-вторых, действительно обстоятельства сложились так, что Украину услышали. Тут очень есть, знаете, такой как бы тонкий момент. Мы боремся, украинские кинематографисты, мы боремся за эфир в мире давно достаточно. И нельзя сказать, что это такой вот как бы первый, такой единственный толчок. Просто мне кажется, что сейчас стоит говорить о новой украинской волне. Как в свое время когда-то была французская новая волна, которая изменила кинематограф мировой. Я думаю, что сейчас будет новая украинская волна, которая даст определенное влияние. То, что проявил Netflix к нам внимание, это правда. И это очень хорошая тенденция, но она началась, если честно, еще до войны. И я очень рад, что действительно есть проекты, которые уже еще до войны подписали эти договора и начали работать. Но есть и много сейчас новых проектов, которые запустились. Очень крутая позиция со стороны Netflix была, это со стороны их фонда. У них есть фонд, который поддерживает разные проекты. Так вот, они сейчас выделили очень хорошую сумму не просто под кинопроекты, которые уже сняты и созданы, чтобы их посмотрел кинематограф и зритель международный. Они выделили деньги по созданию новых сценариев. И в этот пул попали очень хорошие сценаристы украинские, очень хорошие команды. Я за них всех доволен. И мне кажется, что это действительно еще новый прорыв. Но я бы больше смотрел. Я бы смотрел шире, скажем так. Я бы смотрел не только на Netflix, смотрел на HBO, на Apple TV, на Amazon. И понимал, что да, Украину готовы сейчас смотреть. К Украине готовы прислушиваться. Потому что чувствуют, что здесь есть герои. Вы правильно сказали перед этим, что события действительно создают интерес. Но не просто события, а герои. Потому что мир современный и кинематографический, и драматургический, он требует героев. А те герои, которые есть у нас сейчас в жизни, они в них поверят. Понимаете, в них поверят. И это очень важно. Да, Ористо, а скажите, пожалуйста, вот в этих новостях о том, что Netflix купил 14 фильмов, среди которых «Бешеная свадьба», «Большая прогулка», «Лучшие выходные», «Снайпер», «Белый ворон» и другие фильмы. Плюс среди тех новостей, о которых вы сказали, о том, что выделяют деньги на разработку сценариев, вот в этих новостях больше идеологического, культурного или больше все-таки бизнеса, по-вашему? Я думаю, все. И бизнес, прежде всего, я вам скажу, потому что у меня, вот в практике конкретно моей компании, действительно началось больше интересного активной работы. Ну, давай пяти пример. Вот у меня есть фильм с режиссером Женей Кошиным, который еще до войны, этот фильм был на многих международных конкурсах, получил много наград, короткометражный фильм. Но действительно, когда пришла война, есть страны, которые проявили больший интерес. Да, вот вчера, допустим, на показе украинских фильмов в Польше, в Варшаве, этот фильм мы тоже показывали, и Женя его представлял. И, ну, давайте говорить прямо, мы получили награду в апреле месяце в Японии. Конечно же, я могу сказать, ну, без войны не обошлось, да, здесь, как бы, влияние. Но Япония стала, ну, как бы, они оценили, потому что фильм хороший, а присмотрелись, потому что Украина стала действительно в мире более популярна. То есть она подняла популярность свою. Я скажу, что политика здесь влияет двухсторонне, да, мы должны нести ответственность, потому что если мы сейчас, как бы, говорим, мы из Украины, и мы делаем вот такой-то продукт, нас готовы посмотреть. Раньше, может быть, не все готовы были посмотреть, но сейчас после того, как посмотрят, еще более серьезно оценят. Поэтому тут, как бы, еще ответственность двойная. То, что Netflix купил, так, действительно, люди хотят смотреть в Америке, в Японии, в Китае, там, не знаю, в Австралии, хотят смотреть украинское, хотят попробовать, сказать. Потому что у них вопрос, вау, такая нация, которая так круто борется. А интересно, а что у них в кино? А какой вкус их кинофильмов? Ведь кино — это искусство, которое нужно попробовать. И поэтому это классный момент. И я уверен, что на данный момент это будет двухсторонняя, трехсторонняя, как бы, игра, в которой будет не только, как бы, элементы политики, но будет действительно и коммерческая сторона, которая будет давать результат для нашего кинематографа украинского. Вот сразу два важных вопроса, которые возникают. Первый — о каких суммах идет речь, которые выделяются на разработку сценариев? А второе — такой интерес к Украине. Может ли он перерасти в нечто большее? Я имею в виду не только заинтересованность в украинском фильме, но и, например, осветление событий, которые сейчас происходят в Украине или темы Украины в целом, например, в Голливуде? Ну, во-первых, на это уже выстраивается целая очередь, я вам скажу честно, кинематографистов голливудских. И просто факт остается фактом. Не все так быстро происходит. Да, кинематограф — это искусство, в отличие от телека, сори, которое говорит здесь и сейчас, и напрямую, и откровенно. Кинематограф — это искусство, которое должно покопаться в душевных ранах, которое должно как бы вывести ниточки. Понятно, документальный, даже документальный кинематограф, он поэтому и является кинематографом, потому что он должен затронуть струны. А струны, их нужно, скажем так, украинское условие, есть украинская такая фраза, загортуватись, да? То есть они как бы должны... Закалиться. Да, закалиться, закалиться, понимаете? Как бы должна быть такая хорошая струна. Поэтому я уверен и знаю точно, ну, как бы, опять же-таки, некоторые голливудские группы уже приезжали в Киев и делали определенные зарисовки. Это все делается не быстро, но это делается. Что касательно цифр, цифры на самом деле достаточно хорошие. То бишь на данный момент, чтобы вы понимали, в питчинге, который по сценарным проектам, там, по-моему, прошло штук порядка 30-40 проектов, и каждый из проектов получает 15 тысяч долларов на разработку только сценария. То бишь, ну да, понятное дело, хорошие группы в этот бюджет смогут вписать не только сценарий, но и сделать сценарий и какой-нибудь там, не знаю, там, легкую раскадровку. Туда попали классные режиссеры, классные сценаристы, которых, ну, я знаю, которые, я уверен, сделают хороший продукт. Есть те, которых я не знаю, но тоже уверен, что постараются. Поэтому мне кажется, что работа есть. И интерес есть и к событиям, и к героям, и к людям, и к тому, что у нас здесь происходит. Орис, поточню, вот вы сказали, что уже целая очередь из сценаристов голливудских в том числе. А их интересуют только актуальные события, или история Украины тоже, и, возможно, по жанрам. Зачем они едут? За драмами, за боевиками, за мелодрамами? Что в тренде? Вы знаете, мне сложно сказать. Я могу сказать только одно, то, что я чувствую. Я могу сказать, что я чувствую, что... И вот то, что я, допустим, сейчас работаю с классным тоже нашим режиссером Игорем Стримбицким. Он когда-то получил золотую каннскую ветку. И мы сейчас работаем. И история здесь, вы правы. История здесь имеет место быть. Но наша история украинская с современной перекликается, начиная от зарождения Киевской Руси, да, то есть с князем Владимиром, и с теми моментами, когда Киев показывал себя на достойном уровне в Европе еще в те времена, да. То есть тут есть, это, скажем так, фэнтези, да, такая линия, да. Плюс, вот, к примеру, я работаю с партнером, с креативным продюсером Сашей Сиваком, и у нас есть работы, которые мы сейчас тоже разрабатываем, и связаны они с 16 веком, да, и тоже с Украиной, и с Европой. Поэтому я уверен, что та тенденция, которую мы чувствуем внутри нашей компании, Босинема, она, наверное, и там откликается. Я не могу, ну, как бы, я не видел материалов, которые есть у них, я могу говорить о том, что мы чувствуем. Мы чувствуем, что это актуально. История Украины актуальна. Кому-то, конечно же, ближе, там, не знаю, начала 20 века. То, что я вижу, что мы цепляем, это более исторические какие-то кусочки, и это действительно такая линия из прошлого. Плюс, опять же таки, мне кажется, что очень крутой тенденцией является это женский героизм в Украине и женская линия. Все-таки от наших девушек, как говорится, мир писает кипятком. Ну, простите, что есть, то есть. И это будет и в кино, и это будет везде, потому что они шикарны. То есть мы говорить о женщинах наших должны, и мир будет о них говорить. Поэтому это будет и в кинематографе. Орис, спасибо, было интересно и важно услышать все, что вы сказали. Благодарим вас за это включение. Спасибо большое. Орис Борко, продюсер, был с нами на связи.